Итак, господа, это канал Жирный Голод, и это рубрика Товарозор по сайту Ситилинг. Ну, начнём по тому, что сейчас покупают, да? И так и останемся, да? То есть не будем никуда переходить, ничего смотреть лишнего, да? Главный хит, то есть сейчас покупают этот кактус КС. Это картридж для принтера, я не понимаю смысла в нем, да? Так что начнём со второго товара. Это карта памяти MicroSD. От Kingston. Как бы понятно, почему это продаётся по такой цене, да? 280 рублей, да? Ну уж у нас гигабайт так и стоит где-то, да? Но как бы торговые сети стараются избавляться от такого, да? Потому что скорость записи очень мала, да? То есть, видишь, видите, господа, расчёт на HD видео. Тут написано, что 80 мегабайт в секунду, но это чтение, да? То есть это устаревшие, как правило, карты, да? У нас пожизненные гарантии, да? Отдают. А вот, видите, офигеть даже. Даже не 20 мегабайт в секунду, а целых 10, да? Смотрите, да? Понятно, почему распродажа такая, да? Сказочная. Смысла нету, да? То есть это в хиты заложили, чтобы продать эту хрень, да? Потому что даже за 210 рублей есть карты, которые могут 20 мегабайт в секунду записи, да? И там уже можно будет даже Full HD записывать, а не просто HD. Вот. А скорость чтения, она ни на что не влияет. Но её надо обязательно указывать на упаковке, само собой. Вот. Я как бы купил за 400 рублей самую дорогую, да? 16 гигабайт карту. Тоже с бесконечной гарантией. И со скоростью записи в 60 мегабайт, да? А скорость чтения у неё, как бы, 90, да? И это прекрасно. Вот. Смысла это брать нету, вообще никакого. Только экономить, если. Так, дальше это операционная система Windows 10 Pro. Но меня радует, что цена не изменилась. По-прежнему 13 тысяч, как и во время выхода этой системы, была бы такая же цена, да? Она, то есть, на USB флешке, да? Наверное, флешку можно ещё потом после установки разблокировать. И пользоваться ей, как обычным флеш-накопительом, скорее всего, да? Вот. Носитель USB, да? Просто какая-то самая дешёвая флешка, да? По-моему, покупать просто ради получения ключа, да? То есть, там коробку открываешь, там ключ до операционной системы. Вот и всё. А скачивать всё равно с интернета, поскольку Windows Pro можно скачать с сайта и записать самому, да? Вот. Такие дела. Правда, непонятно, почему 32-битная версия до сих пор в Windows 10, да? Как бы обещали, что её уже не должно быть, да? По идее, поддержка кончилась. И наш следующий товар – это оптический диск. Вот. Не имеет смысла брать вообще за такую цену. Лучше взять стопку, да? Где-то за 120 рублей, вроде, и за 200. За 200, по-моему, DVD за 200, да? И там дисков штук 25, да, в ней. И вот нормально, да? Я думал купить, но у меня нет дисковода, я думал купить просто подставки под чашки. Потому что вот удобно взять диск, да, перевернуть его, и получается удобная подставка под чашки на стол, да? Офигенная, наикрутейшая, шедевральная, да? И вот эта подставка для чашки – это шибко дорого для меня. Для меня это нереально, 40 рублей. Ну, нереально, нет, нет цены, да, такой. За коробку, или за что тут платить. Всё равно только будешь диск использовать подставку. Моразм, я бы не взял. А следующий наш товар – это роутер, вернее, маршрутизатор-микротик. Я думаю, он имеет такую цену в 3 180 рублей, просто потому, что там гигабитные порты на выход, да? То есть, не только на вход, а вот, да? Гигабитный порт, а ещё и на выход, да? Посмотрим. Опять стандартное, да? То есть, 300 мегабит, Wi-Fi N, 2,4 ГГц, да? Нет, тут есть и 5 ГГц, да? А, С, даже, даже А, С. Не просто 5 ГГц, как в этом, да, в N-стандарте, а в АЦ-стандарте. Так, чё дальше? Firewall. Во, поддержка 3G-модемов, поддержка 4G-модемов. Вообще прикольно. Вот это мне нравится. Это однозначно лайк этому шутерзатору. Это суперский, суперский. У него можно засунуть модем мобильный, да? И прекрасно пользоваться, да? Какой-нибудь Йота, например, сунуть туда и прекрасно пользоваться, да? Только вопрос, умеет ли он пересгружать её, да? Поскольку есть такие модемы, которые если зависают, да, то роутер не умеет пересгружать. Возможно, и лыхануться так можно. Но за 3000, я уверен, лыхануться, ну, практически нельзя. Так. То есть, это дешёвая версия, это Lite-версия, да? Это дешёвая версия чего-то другого, да, крутого такого. Вот смотрите, Lite-это что-то урезанное, да? Но в целом будет всё нормально, да? Так. Конечно, всё вот это, да, Wi-Fi. Wi-Fi как N есть, 5 ГГц, так и AC есть 5 ГГц, да? Похоже, с зелёной. Но я не уверен, да? Что у нас интересного? Конечно, IPv6 это везде уже. Мы живём в 2018 году. USB 2.0. Вот, нормально, вот, для модемов как раз. Неплохо бы их было ещё два, да? То есть, две резервных линии мобильных. Это дорого, но, возможно, это и есть спрос. Так. А гигабайтные или порты на выход? К сожалению, не пишут. Не пишут, да? Нифига, кстати, нифига. Нет смысла. Даже входной порт, он не гигабайтный, короче. Нет, гигабита не потянет. Гигабит, то есть, 10 и 100 мегабит, да? Поддерживает. Это хрена та, да? И только ради мобильных модемов столько платить? Нет, никакого смысла нет. Это переплата, это жуть, да? Хрень, да? Купите зухи, да? Он у вас сдохнет, купите ещё один лучше. Вы всё равно сэкономите, даже если купите два зухи. Даже если один сдохнет у вас, вы купите ещё один. Но он-то будет работать, да? Второй-то вам повезёт с второго раза и будет дешевле всё равно. Пусть зухи и за 1900 даже можешь купить. Всё равно вы сэкономите. Так, SSD накопитель Intel. Как бы в этом не имелось смысла сейчас покупать, да? Потому что они все SSD не работают одинаково. Раньше они были на однослойной памяти, да? То есть, на SLC памяти. Тогда имело место их купить. Ресурс был просто невероятный, да? Огромный. 10 тысяч перезаписей, да? Полных. От начала до конца 10 тысяч. Сейчас такого даже близко нету. И вот это не такое, да? Тут перезаписи, поскольку TLC где-то... Ну, тысяча перезаписей поддерживается, допустим. Где-то так. Вот. Ну и что? Что Intel ради бренда брать, переплачивать, да? Я уверен, 128 гигабайт. Нет, вполне можно взять за полторы тысячи рублей. И ничем они, по сути, это не хит. Автомобильный компрессор. Вот это бы мне пригодилось, да? Как бы это просто насос, да? И это замечательно, скорее всего. Просто насос, да? Представь, скверик подключаешь, да? Нажал кнопочку так. 3 секунды и все зафигачилось, да? Ни надо ничего не качать, ни педаль, ни ставить. Рекомендую к покупке, однозначно, да? В любом случае, такую хрень берите, да? Разве что дороговато. Я где-то недалеко, да, видел, даже, по-моему, в этом магазине. Я видел точно такое же, примерно, да? За 700 рублей. И он тоже будет качать, тоже питается от 12 вольт. Смысл? Переплаты никакого, по-моему, нету, да? Все равно он миллион лет не прослужит, да? Сколько-то поработает, лет 5 и все. Так что, 700 рублей, это актуально для такого. Чуть дороговато, но недорого. Я не сказал, что это дорого, нормально. Опять тонер, карта из тонера. Опять не то, что-то мне не нравится. Обычный жесткий диск. Вот. Обычный жесткий диск. Самый обычный жесткий диск. Самым обычным, обычными параметрами. Я себе такой в систему не ставлю, если честно. Если кому-то надо... Кто-то любит сериальчики, только для тех нужен русский диск. Больше не для кого, да? Только если вы любите сериалы. Иначе покупаете два SSD, самых дешевых, короче. На 128 мегабайт, да. Один под игры, другой под систему. Всё у вас будет хорошо. Вам 128 гигабайт хватит. И для игр, и для кино, да. Пусть вы будете скачивать каждый раз игру, да. То есть, если она много весит, будете каждый раз скачивать и ставить. Но это будет лучше, чем... Такую хрень. Черепа в тортилу брать. Как говорит Джафар. Далее обычный кабель HDMI. HDMI. Самый обычный. И далее ещё один кабель HDMI, но по стандарт 2.0. Дальше чехол. Мы чехлы не любим. Никакие. Тем более для Хайоми мы не любим чехлы. Хайоми это простой телефон. Как у меня, да. То есть, взял вот этот вот телефон. Купил его. Если ты его уронил, покупаешь новый за 5000. Потом пошёл опять за 5000 купил. Это для того и создано, чтобы не жалеть его, да. Телефон надо покупать за столько, чтобы его не жалеть. Использовать прям как расходник, да. То есть, без жалости, да. То есть, ты должен купить телефон за такую цену, чтобы если он на тебя упал и разбился, ты завтра же пошёл и заново накупил, да. Вот. В этом смысл телефона сейчас. Это джентльменское правило. Покупайте телефон, который вам не жалко разбить и завтра же купить. Вы сможете ещё такой же один. Вот. В этом-то и смысл. И вот в этих вот штуках смысла, соответственно, вообще нет. Ни в наклейках, ни в приклейках, ни в кейсах, ни в чём. Ни в бордюрах этих вот. Поребриках, наверное, их в Питере поребриками называют, которые вокруг телефона обматываются, да. Бордюры, поребрики. Херня это всё. А вот смартфон, для которого это всё купили. 12 тысяч. Ну, не знаю. 12 тысяч. В целом там две камеры. А он как у меня по тому штрафарету сделал, смотрите, да. Один монофонический динамик сзади, да. Смотрите. Вот тут вот две камеры. У меня тут вместо одной камеры сразу просто вспышка. Вот. Она не тут в корпусе, а вот здесь. То есть один и тот же трафарет используется, да. У меня нет отпечатка пальцев. Сканер отпечатков пальцев, да. Но и нафиг он не нужен. Потому что есть вот эта камера спереди. И она анализирует лицо, проверяет цвет глаз. И, соответственно, не имеет смысла вот это брать, да. Вот это, да. Единственное, почему его имеет взять, смысл именно. Взять такой, а не как у меня, да. Пять этот самый, да. Как-то там. Ага. А я не помню, у меня 6А или 5А. У меня 6А, да, скорее всего, да. Но на 16 гигабайт, да. И имеет смысл взять такой, если вы очень бережливы. Вы не хотите вставлять никуда флешку покупать, да, к нему. Чтобы вам встроенной памяти хватило, да, 64 гигабайт. Чтобы вам не надо было флешку подключать. Вот это единственное, почему стоит его брать, да. Потому что внутренняя память, как правило, вообще не используется. То есть ты поставишь два приложения, где-то они весят по мегабайт 200, да. И ещё кеш браузера, он мегабайт 300. То есть от оставшегося объёма флеш-памяти встроенной, тебе нужно только, по сути-то, где-то мегабайт 700. Допустим, вот самое большое, возьмём мегабайт 700. Достаточно свободной памяти, чтобы там ничего не было. Чтобы было после всех обстановки, всех обновлений, чтобы хватило. Только мегабайт 700 оставалось. Этого достаточно. Да, то есть на 8 гигабайтов вы будете уже жаровать, как правило. А по характеристикам я скажу, такое же всё, как у меня, да. И экран такой же у меня, и Android, как у меня. И процессор такой же, как у меня. И всё такое же, как у меня, да. И камера такая же, только тут их две. Ну и разве что оперативной памяти. У меня 2 гигабайта, но это тоже сомнительно для меня. Я из оперативной памяти использую только мегабайт 900 вообще. Я не видел, чтобы я даже гигабайт занимал. Там я штору переключаешь, когда... Там показывается, сколько занято, да. А сколько свободно оперативной памяти. И у меня никогда не было написано там даже 1 гигабайт из 2, что я занял. Такого не было. Отчёт идёт на мегабайт пока ещё. До гигабайта. До 1000, да. И последнее, чему идёт к этому же Хайоми, это Silicon Power. Карта памяти на 8 гигабайт. Зачем она там тебе? Ты шо, дебил, что ли? Ты купил телефон на 64 гигабайта. Тебе не нужна карта. Не нужна тебе карта памяти. Не нужна. Дурачок, тебе не нужна карта памяти. Понимаешь? Установку даю. Заряжай воду. Установку, установку даю. Не нужна тебе карта памяти, когда у тебя уже 4 гигабайта в телефоне. Ты шо, долбоёб, что ли? Не нужна. Не нужна. Запомните. Линуксовое такое слово. Не нужно. Тебе это не нужно, блин. Всё, короче. Меня это вот раздражает, да? То есть, при том купить какую-то гаримую карту памяти к прекрасному 64 гигабайтному смартфону. Долбоёб. По-другому его не назвать. Тушите свет.